Ирина Архангельская ведет свою работу на избирательном участке под номером 30. В основном все адреса расположены в территориальном отделе Булатниковская. В этом году особое внимание уделялось комплексному благоустройству населенных пунктов. Там выполнено асфальтирование, расширение парковочной зоны. Люди просили, когда я избиралась. Проложен тротуар, хоккейные коробки. 100% замена была детской игровой площадки. Освещение детской площадки. Также установлена новая контейнерная площадка сбора мусора. Это около дома номер 7. Также под контролем депутата дома 80 и 82 по школьной улице в городе Видное. После комплексного благоустройства во дворах установлены новая детская площадка с игровыми элементами для детей разных возрастов, несколько участков для отдыха с лавочками и столами, а также отдельная спортивная зона. Преобразилась придомовая территория по нескольким адресам и в поселке Дубровский. Это улица Турово, 6. Выполнено расширение там тоже парковочной зоны. К домам произведено стопроцентно заметно детских игровых площадки. На улице Турово, помимо замены детской игровой площадки, установлено оборудование для настольного тенниса. Высадили там декоративных кустарников. Мы, кстати, очень хочется поблагодарить жителей. Вот как раз вот Турово, эти дома очень инициативные жители. Они и в то же время и попросили, мы им помогли, но они и много сделали и сами. То есть вот если приходили, то они все смотрели, где что посадить, как поставить. Это, конечно, хорошо, потому что это делалось для них. Староста деревни Жапкино Наталья Баранова признается, что совместно с депутатом жители решают многие проблемы населенного пункта. Ирина Валентиновна помогла выполнить и личную просьбу Натальи. Я объяснила то, что мой ребенок, внук, стоит в садике на очередь. Мне информации никакой не поступало. Не пригласили в начало года в садик. Она обещала мне помочь. И буквально в некоторое время наша проблема решилась. Теперь ребенок, внук пойдет в январе в садик. Как рассказала Ирина Архангельская, на ее участке успешно реализуются губернаторские программы. Например, «Народная тропа» и «Чистая вода». В этом году между поселком Дубровский и деревней Вырубово обустроен пешеходный маршрут. А в селе Булатниково начаты работы по строительству системы водоснабжения. В рамках городского округа большие финансовые возможности предусмотрены для развития нашей территории. В очередной раз мы Ирину Валентиновну благодарим за ее работу, благодарим за ее четкость, за то, что она всегда знает приоритеты, которые для людей важны. В поселке Измайлово произведен ремонт здания почты. В амбулатории заменили оконные блоки, электрооборудование и установили пандус для маломобильных пациентов. Построена дорога для разгрузки транспортного трафика на въезде в населенный пункт. Также было проведено много благотворительных акций. Депутат уверена, что и новый 2022-й будет насыщен интересной работой на благо жителей. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ.